девчонки всем привет всем доброе утро смотрите на мой букетик девочки я сделала эксперимента карина мне сказала нет ни девчонки в комментариях уже тоже написали что если проткнуть иголкой но я это делала зубочисткой вот здесь а вот сразу под бутончиком видите вот сейчас покажу видно вот видите здесь я прокалывала вот этот я не прокалывала видите смотрите вот эти вот я проколола так вот этот да видите вот маленькая маленький прокол видно смотрите девчонки те которые я проколола тюльпанчики прям сразу под бутоном зубочисткой они у меня не выросли они у меня остались маленькие да а вот эти которые я несколько штук оставила но мне было интересно видите они вытягиваются кстати мне девчонки смотрите я думала что я все фиолетовые купила дать ульпана смотрите у меня здесь и это или в белых были бутоны розовые или фиолетовых были еще такие розовые бутоны у меня получился такой букет из трех цветов теперь в общем мне сначала карина сказала мама проткни зубочисткой под бутончиками тогда тюльпаны не будут быстро расти но не будут вытягиваться да как обычно тюльпана вытягиваться ведь умеет при какой букет разношерстный но по идее можно было отрезать немножко но кончики ну вот тут вот стебли до отрезать немножечко не знаю сейчас буду пить кофе только проснулась еще рыб надо покормить в общем кто не знал чтобы тюльпаны быстро не росли нужно их проткнуть вот здесь а вот зубочисткой или иголочкой прям под цветочком и они тогда быстро не растут так чур покормим тогда рыб потом кофе свет включается что рыбки будем кушать видите мне дети куда поигрались то пауль играл отцепил него хорошо сразу я поймала нужно немножечко почистить сейчас сразу покормлю рыбок все а теперь идем делать кофе возьму свой штатив чтобы поставить потом камеру девочки заметьте все смотрите я включила чайник у меня вчера девочки у меня вчера накрылась а моя кофейная машина короче говоря кофе текет куда-то короче мимо чашки короче кофе текет куда-то туда вовнутрь надо теперь искать не новую машка кафе машину то без кофе нормального я не могу придется сегодня пить вот это девочки на которой я новый купила это ужас какой-то сейчас короче без вас его вскипячу все девчонки еще раз всем привет и вот это кофе когда-то я постоянно пила сейчас после нормального кофе вот это вот как-то не особо идет делать ничего кафе машина сломалась я теперь буду девочки искать на себе новую буду смотреть что куплю ну буду вас держать в курсе событий кстати девчонки кто спрашивал где я покупаю свою одежду я уже как-то говорила как-то уже сделала такое видео что что я покупаю свой и чудо я покупаю короче ничего есть там покупаю где что увижу подешевле там и покупаю у меня одежда в принципе вся недорогая единственное что я считаю что должны обувь должна быть хорошая ну и то знаете у у кого нету проблемы с ногами у того обувь я не знаю я в дешевые обуви ходить не могу у меня сразу начинает болеть вот это выемка да на ноге не знаю в общем я специально себе купила кто-то мне пишет я специально себе купила шлепки домашние бирконшток да они дорогие но мне я купила кстати в ангиботе так что я купила их тоже не очень дорого они мне по-моему пошли 42 ну и лишь 45 гора вместе с пересылкой зато это девочки кофе такое горячее его сразу даже сразу и не выпьешь нужно ждать когда остынет из кафе-машина но все равно не такое горячее упьешь про моментально я успеваю выпить два стакана очень быстро с этим придется немножечко подождать то что она горячая сейчас девочки увидела помните я цветочек пересаживала я вам покажу короче у меня веточка отломилась я ее хотела закрепить на палочку знаете от орхидеи я никогда не выбраться вот эти вот палочки от орхидеи и решила думаю сейчас я ее прицеплю а он такой хрупкий оказался раз и отвалился ну вот это вот хорошо отломился с этого места как раз где вот это вот где вот этот вот узелок оттуда могут пойти но как не могут оттуда пойдут корни должны по крайней мере поэтому я поставила их теперь сюда на подоконник чтобы у меня туда чтобы не пропал цветок чтобы у меня корешочки пошли а другой там растет не знаю надо его кстати палить надо еще кстати сегодня будет все орхидеи мне удобрить я их уже давно не удобряла надо будет достать мои все для орхидеи специально у меня есть удобрение но я где-то один раз в полтора месяца я не знаю сильно часто я не удобряю где-то может полтора два месяца и вот этот вот у меня такой глянц для орхидеи я потом листочки это тоже такое уходовое средство для орхидеи я потом просто листочки брызгаю и но и сразу всю пыль все протираем и листочки потом с таким блеском очень поставлю поставлю чтобы не забыть что я потом хотела удобрить свои орхидеи сегодня но вначале девчонки сейчас пью кофе съем бутерброд я обычно утром хлеб с маслом и сыром один кусочек ушел ну один такой кусочек его пополам делю на один у меня просто с маслом а второе меня с маслом и сыром и мне нужно сегодня девочки поработать давно не показывала свою работу у меня много новых подписчиков девочек к нам девочки к нам прибавляются новые девочки покажу ну кое-кто спрашивает чем я занимаюсь ну кое-кто пишет мне что ой я смотрю ваши старые видео мне там то 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 интересно но девчонки пишут спасибо вам огромное мне приятно читать комментарии я уже говорила что я на все комментарии отвечаю если бывает какой-нибудь такой длинный развернутый комментарий на который просто так ну не напишешь там целое письмо нужно писать и поэтому я ну тогда я уже стараюсь обидел где-то ответить на ваш комментарий так что сейчас быстренько пью кофе делаю себе бутерброд завтрака но я обычно первый стакан кофе я пью просто так кстати таблетки я выпила уже давно уже прошло наверно около часа кстати девочки каждое утро теперь пью я стараюсь не забывать стакан теплой воды вначале очень сначала таблетки таблетку меня на потом по времени ну проходит может быть где-то полчаса 40 минут иногда час я пью свою первое кофе а бутерброд я уже кушаю со вторым своим кофе с утра девочки немножко подкрасилась чтобы с вами встретиться и пойду сейчас работать поработаю потому что мне нужно будет еще на почту свои заказы отвезти а девчонки все кончилось заканчивались а все фрукты доели короче по мне помог до кушать яблоки он яблоки хорошо кушать он не помог до кушать яблоки так что мне нужно будет сейчас девочки съездить еще но это когда я на почту поеду я специально не поеду в магазин я уже чтоб за один раз съел машину и за один раз съездил заеду в магазин куплю что-либо в общем овощи мне нужны какие-нибудь и нужны мне будут фрукты не знаю йогурты покупать не буду что-то сабрина перестала кушать у меня опять полный холодильник то наверно йогуртов 6 опять просрочились опять буду выбрасывать девчонки не хочу ничего печь с просроченных йогуртов потому что когда что-нибудь пекешь только кушаешь кушаешь и кушаешь вот проводила внуков отдохнула немножко прибралась но это прибрала прибрал прибиралась я еще вчера пропылесосила игрушки все собрала что еще ну все буду теперь ждать когда следующий раз кстати девчонки кто у меня спрашивает рецепт этих пончиков который карина делала я заказала себе я позвонила сегодня карине сказала карина закажи мне такую форму я посмотрела на амазоне ночью эта форма стоит 25 евро ну как бы не дешево да я посмотрела на амазоне там цены девочки в принципе 20 21 горя 22 25 ну такие практически одна и та же цена но там где заказывает карина я не знаю где это какие-то какой-то фирменный сайт там какие-то фирменные вещи это знаете девчонки где она мне вот это все покупала заказывала вот это вот у меня для теста вот это вот роли у меня есть которая последнее что я взяла пиццу тесто я раскатывала и другие которые у меня для торт для бисквита у меня есть форма она тоже мне там же заказывала в общем там дорого но зато качественно и я решила думаю не буду я экономить на этих трех-четырех лора потом этот тефлон или это покрытие просто-напросто где-нибудь отойдет отобьется и потом выкиньте а там еще девочки три года гарантии если у меня что-нибудь сломается или разобьется и у него забьется нет где и что-нибудь отколется то я спокойно поменяю ладно девчонки пойду допью кофе сделаю себе бутерброд позавтракаю и пойду работать возьму вас с собой девочки сижу пью кофе здесь смотрю новости что у нас тут отвориться в германии и до меня дошло я же не доска не договорила я заказала эту форму для этих пончиков девочки сделаю на свой кулинарный канал я не знаю как быстро она придет мне нужно будет у карины спросить в общем потом как придет форма я сделаю на свой кулинарный канал полностью этот рецепт и там будет все и рецепты описания и помадка но это для тех кто кто хочет кто хочет повторить этот шедевр как проделала карина можно разноцветную глазурь делать но это понятно можно не разноцветные разноцветную мы специально разноцветную делали чтобы детям понравилось хотя дети и так и и быстренько знаете так быстренько 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 все скушали она девочки это я забыла вот это вот сказать допиваю свое кофе доедаю бутербродик и идем работать у нас время девочки 8 часов на улице у нас уже светит солнышко поэтому сегодня обещает у нас быть хороший день правда погода я еще не смотрела что там у нас прогноз погоды обещают но на улице светит хорошо солнце я думаю будет тепло девчонки вот решила вам немножечко показать как я с утра работаю так я работаю каждый день вышиваю вот у меня сегодня новенький заказ с рамочкой я как сделаю не надо было включать это громко машинка работает в общем как сделаю все свои заказы на сегодня покажу вам потом не нужно будет еще на почту съездить все это отправить только начала вам показывать у меня там нитку зацепила сейчас я буду смотреть что у меня там зацепила у меня тут а где-то нитку не видно сейчас я буду разбирать свою машинку наверное придется новый памперс вышивать новый делать сейчас буду смотреть и вот так девочки я сижу здесь вышиваю в общем тот памперс которого меня зацепился мне пришлось его выкинуть я поставила новый в общем делаю новый здесь вот еще один который я уже сегодня с утра сделала но еще бантик не завязывала сейчас очень короче говоря я как сегодня поработаю покажу вам свои заказы вот девчонки показываю свою новую работу новую рамочку я сделала как новую не новую а просто новый заказ девочка одна заказала с ютуба я думаю ей понравится просто я давно уже не делала такие розовые рамочки все больше голубые голубые вот я еще просто памперсы сделала без рамочек но их я уже запаковал так что после обеда поеду на почту отправлять все все девчонки поработала я собираюсь на почту и в магазин не буду одевать куртку сегодня на улице тепло духе сегодня что-то выбрала вот эти вот розовенькие очки солнечные я их в принципе не очень сильно не очень сильно люблю но использовать как солнечные очки вообще не могу долго находиться в очках в любых причем не в обыкновенных для зрения только одеваю когда что-то читать мне нужно или когда работаю все одеваю просто туфельки так беру свои там девочки кошелек все девчонки на почту кошелек взяла то у меня такое бывает так я могу приехать в магазин у меня кошелька может не быть ладно девочки сейчас встретимся с вами на улице девочки посмотрите какая у нас погода шикарная просто благодать и соня меня провожает солнечка я сейчас быстро прям быстро быстро я только на почту по-быстрому и в магазин и все девочки сажусь а то мне так неудобно девчонки вы не представляете как парит прям жарко жарко в машине а у меня прям солнце прям вот здесь надо мной все ладно сначала на почту потом в магазин потом мы с вами девчонки я сейчас куплю чего-нибудь не знаю или баклажанчики или цукини наверно цукини хочу цукини наверно купить кто мне тут пишет пишет ой это ты мне тут и пишешь она знает кто это я видео снимаю а мне пишут лан девочки протестируем с вами чеснокодавки куплю цукини будут сделаю салатик себе на ужин у себе и мужа девочки я закупилась и поехала в алде потому что вспомнила что сегодня в алде сушилки вот эти вот которые на улице ставятся в ангибосе короче по по акции 20 ира не стоит меня я уже давно хотела себе заменить в общем решила вспомнила что видела это в рекламке думаю надо заменить в общем купила девочки смотрите что я еще купила вот такой вот шот для ему систем вкусненький без очков не вижу что здесь он внутри в общем тут написано то что это витамины и минераль минераль короче минералин какие-то девчонки я что-то такая красная девочка это я нос это я на солнце загорел я только на почту в магазин и все я на улице то не было смотрите как у нас на улице реально жарко сейчас я активирую свою иммун систем иммунитет по-русски активируем пополним его витаминами и минеральными штофами и минералами очень я потом поеду посмотрю у меня здесь и показывает температуру в машине сколько же у нас сегодня градусов скажу вам девчонки я ничего особо не купила я купила всего 4 яблоко зеленых потому что сабрины сейчас тоже ничего кушать такое нельзя на эту всю неделю еще по справке в общем на этой неделе она в школу не будет ходить дома будет валяться лечиться но она еще антибиотики пьет ей выписали антибиотиков на две недели в общем только утром и вечером пить ну сказали надо я буду сказали надо так пить она у нас такая законопослушная разбрать сказал надо значит надо купила только лук картошку цукини что еще купила и все что я еще купила и банку кефира не знаю наверное все больше наверно ничего не брала вкусненький такой напиток все едем домой сейчас я сделаю салатик цукини поделюсь с вами ну как я делаю я делаю по-разному но в этот раз мне что-то решила такое сделать все стукини просто обжарю и с морковкой и чесноком просто переложу и все но в домой приеду покажу вам девочка делаю салат все очень просто нужно обжарить немножко лук с морковкой потом туда добавить чеснока немножко посолить поперчить почему я сейчас морковку девочки на своей вот этой терке если у меня жарится лук и потом я обжарю цукини цукини я жарю но обжариваю просто я их просто режу надо наверно муж немножко повыше да вот так наверно лучше будет девчонки я просто цукини порежу на кружочки обваляю просто в муке в муку можно немножко положить соли никакой не кляр просто сухой муки и потом обжариваете это все на минимальном количестве масла так чтобы как можно меньше масла впитала когда ее когда цукини вот так обмакивающая не знаю как сказать в муке тогда цукини не очень сильно много в себя масла всасывает в общем я взяла всего три морковки 2 цукини и одну луковицу ну такой средний кстати валди балахов был хороший вот просто морковку суда я себе на ужин но себе немножко мушку потому что он еще что-нибудь поезд не обочекала ли но и потом уже салатиком закусить все вот это я сейчас обжарю и потом прям на этой же сковородке обжарю цукини и просто потом так все слоями переложу и все туда не надо ничего добавлять не помидорки ну ничего так можно зелень если есть у меня только заморожено я положу девочки орхидеи сегодня не буду не она может быть я их и удобрена уже потом поздно вечером что я думаю что в этом ролике вы не увидите их не увидеть варкидей я девочки не успеваю потому что нужно же еще будет смонтировать весь ролик и закачать его вам в интернет сейчас я это посолю немножечко девочки кто чего так вот просто соли пишите мне в комментариях я всегда так спалю у меня мама всегда удивлялась говорила как ты так умудряешься солить мама всегда ложкой солила а я всегда просто посолю помогает как всегда умудряешься так солить и не пересариваешь как-то мне так удобно все девчонки пока у меня здесь ожарится моя морковка мы сейчас с вами протестируем протестируем наши мои чеснокодавки девочки вот туповары вот этой вот к этой вот черного туповара бывающего такая желтая штучка палочка я так понимаю что это наверное ну чеснок наверное вычищать или нет короче пишите для чего вот эта штучка или может быть тут его может быть тут его снимать чеснок короче говоря не знаю ладно первый тестируем туповаровскую девочки в руке на мне не сильно удобно наверное может вот тут вот это вот наверное чеснок наверно я так думаю я так думаю что я наверно правильно сделала да сейчас два зубочка выдавлю этой чеснокодавкой от туповары тут смотрите сейчас я сейчас вот это вот еще раз продавлю но девчонки ничего сверху не вылазит просто мне как-то тут они сильно не сильно удобно или надо к ней как-то приноровиться так не надо помешать пока у меня тут не сгорело сейчас возьмем и киевскую но и киевская уже один раз пробовала туповары мне как-то неудобно в руки как-то мне неудобно ее в руке держать не знаю ой вы видите как у меня брызнул весь чеснок в общем девчонки по ощущениям мне как-то и киевская нравится больше ой ночи зуб я буду добавлять да уже потом когда уже цукини свои пожарю в общем на сегодняшний день мне больше нравится вот этого чеснока давка которая с икеи и она тоже все но практически все весь чеснок короче без отходов выдавливает и здесь и смотрите девочки вот такая штучка она вытаскивается в общем это все просто просто я уже мыла ее знаю вот так как все это мы девочки теперь две чеснокодавки я запачкал ну короче говоря посмотрим как будет мыться вот это вот вы смотрите это у меня все уделано ой соня ты что там лавич кого-то увидела она девочки все кому как мне как-то больше понравилось вот это вот и киевская ну к этой может быть надо привыкнуть но в принципе никаких ошметков не остается так все девочки мне надо порезать цукини так чё у меня здесь девочки просто вот так вот порежу щас цукини обваляю его его в муке и потом на сковородке сильно мелко резать не надо все вот так сейчас переложу морковку в другую ну в дозу и начну обжаривать цукини все девчонки я сюда налила немножечко растительного масла в эту дозу и маленькую я буду складывать свой салатик я думаю я думаю и я думаю мне туда не поместится пошла другую возьму все девчонки я поменяла я поменяла дозы куда буду складывать в общем в общем так это кастрюлька девочки я вам потом расскажу что у меня там гречка подгорела я варила детям гречку и вернее сварить я сварила нормально очень я немножечко сейчас подсолю эту муку просто немножко взяла муки перчить я не буду я потом буду по ходу пьесы перчить в общем девочки вот так все на сухую обмакнули ой сабрина тоже любит такое не знаю может тоже немножечко поезд вот так вот по быстренькому обмакнули и туда девчонки короче говоря варила гречку и стала ее разогревать в общем дети попросили гречку варила я ее когда субботу а это софи говорит хочу воскресенье по моему утром горит хочу гречку с маслом и сахаром но я думаю сейчас разогрею но ничего поставила у меня же плита очень быстро нагревается ну и короче говоря девочка на у меня подгорела она мне не подгорела но мне так пристала скажем так запахов гречки не было а дети потом они не стали кушать гречку короче просто за просто так я ее разогревала еще и кастрюльку свою под поджарила скажем так и теперь она у меня стоит не ее надо помыть сейчас сделаю цукини расскажу как я ее мою мою я ее вчера вечером еще начала корчей замочила я на расскажу я короче девчонки беру вот такую таблетку вот такую таблетку если у меня что-то пристанет пригорит в кастрюле да я беру вот такую таблетку 4 машины наливаю в кастрюльку немножко воды ложу туда эту таблетку закрываю крышкой обязательно крышкой закрывается потому что там запах такой потом испарение такое нехорошее идет закипятить все и оставить и оставить на ночь закипятили крышкой закрыли и чем больше она стоит ну вот так короче с горячей водой чем больше она отмокает тем лучше можно прибавить немножечко чтобы она побыстрее меня поджаривать все девочки вы таким манерам жарите и теперь она у меня простояла я вчера вечером сделала она у меня считай ночь простояла и вот сегодня ну полдня там уже все отошло я ее сейчас уже просто одно и она будет не надо вот так знаете долго вот этими вот железными щетками тереть все очень быстро и просто просто на ночь оставили постояла вытащили помыли потом и всем сейчас как помой помою покажу она девочки короче вот таким макаром жарим пока у меня жарится я пошла по моему свою кастрюльку пока я буду мыть девчонки если вы много у меня всего два цукини я больше не буду делать да вот так вот просто все обжарив или еще мне дня я девочка мне еще один цукини есть я в 3 пожалуй а то что-то у меня жарим короче девочки три цукини девчонки просто когда много цукини жарите надо между так после второй партии наверно сковородку помыть потому что мука начинает гореть и получается такой короче говоря мне не нравится я потом помою муку помою сковородку можно не мыть а просто вытереть да салфеткой чтобы этого муки здесь не было чтоб мука не горела в общем я жарю дальше все девчонки я протерла сковородку чтобы у меня мука не горела и делаю следующую партию сейчас я следующую короче костюмку еще не начала мыть это короче мне короче не получилось я не успела все девочки смотрите вот так вот первая партия у меня пожарилась я положила потом одним слоем вот так в общем слой цукини слой морковки с луком жареным и немножечко чесночку сюда там у меня жарится девочки и можно немножко черного перца следующее следующий ряд сутки не попробуйте морковку если кому соли мало то можно добавить все это я буду вытаскивать в общем и вот так вот слоями все собираем все выкладываю опять слой морковки с луком чесноком девочки как сказала на соль проверки можно можно также и посолить еще немножечко так надо посмотреть у меня здесь видите мука начинает гореть хотя я до этого сковородку почистил ну конечно тут это кольцевой норай получается такой свинарничек небольшой но этот свинарник же потом уберется ничего страшно девочки это мой ужин не ну не все конечно того подумайте что я сейчас это все это я все съем нет все еще раз морковку калина мне что-то пишет так все цукини мои пожарились я их не буду сильно все быстренько их суда один у меня остался на его сыринским сырые тоже вкусно все девчонки вот так последнюю морковочку девочки кто еще знает какие салатики с цукини пишите меня в комментариях буду готовить по вашему рецепту вкуснятина получилось девочки не мойте крышки посудомоечной машине потом будут плохо закрываться ваши дозы все закрою немножко сейчас постоит немножечко смотрите какая красота получилась смотрите это еще девочки и очень вкусно не обязательно кушать мясо каждый день все сейчас она так постоит все девчонки сейчас он немножечко постоит так остынет ну может минут 40 может быть час постоит в общем до ужина поставили и потом я его буду кушать ну и муж тоже все пока я здесь убираю последний цукини доем в сыром виде не увидела его как вы меня учили все в шпильмашину мне надежда я деревянные досточки в машине него я еще с руками помоем а все остальное отправлю шпильмашину кстати чеснокодавки вы тоже в пыльмашинах моете или может не я руками помою наверно надо же там хорошо почистить чтоб чеснок нигде не остался все девчонки на сегодня буду с вами прощаться ой не упала соскользнула соскоса скользнулась как-то как соскачи короче неважно очень девочки все буду прощаться сейчас на кухне уберусь если к самому вечеру захочу кушать выпив стакан кефира девчонки купила одну банку кефира потому что все постоянно срок годности быстро исходит куплю вроде хочется ну лайки думаешь вроде сабрина выпить я попью иногда у нас у папы бывает такое что он любит кефир попить а потом берет никто не пьет и все я потом выкидываю ладно девчоночки всем пока пока до следующего раза кто девчонки еще не подписался подписывайтесь оставайтесь на моем канале мне с вами очень интересно я думаю что вам тоже ну ладно в общем никого не заставляю но мне будет очень приятно всем пока пока